МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события дня в студии Кристины Леонова. Здравствуйте! Начнем с главных тем этого выпуска. Курская молодежь может получить грамоты до миллиона рублей на развитие своего стартапа. На это направлен новый уникальный конкурс студенческих выпускных квалификационных работ. На его презентации побывала Мария Колосова. С 1 апреля начался весенний призыв. В военкомате Сеимского округа Курска молодые люди уже начали проходить медкомиссию. О нововведениях и планах по призыву Виктория Шуваева. Еле теплые батареи. Жители Курчатовского района жалуются на холод в квартирах. В причинах коммунальных неполадок разбирался Станислав Костиков. Тревожные новости пришли в пятницу от соседей из Белгорода. Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Пострадавших нет. На помощь белгородцам отправились 150 пожарных из Курска и Воронежа. Все силовые структуры региона переведены в режим повышенной готовности. Причин для паники нет, все под контролем, успокоил Курян Роман Старовойт. Сегодня же он встретился со студентами. Курская молодежь может получить до 1 миллиона рублей на развитие собственного дела. В креативном кластере «Поток» презентовали новый региональный конкурс студенческих работ. Их молодые люди представят в виде стартап-проектов. Авторов лучших бизнес-идей ждут награды. Защитить диплом в формате бизнес-идеи и выиграть на реализацию собственного проекта до миллиона рублей. Такую возможность получат студенты, если примут участие в конкурсе. Помимо этого для ребят будет работать образовательная площадка, где они смогут пообщаться с экспертами и успешными предпринимателями. Источники финансирования вне бюджетные. Мы хотим популяризировать предпринимательскую активность, найти талантливую молодежь, которая хочет реализовать свои стартапы в регионе и поддержать их. Предполагается, что будут работать эксперты от бизнеса, от общественных институтов, от власти. В «Потоке» собрались, чтобы обсудить детали пилотного проекта. Нередко ребята, которые даже хотят что-то сделать, они теряются в этом информационном поиске. Поэтому вот наряду с федеральными, наверное, региональные, они имеют для нас приоритетное значение, потому что они ближе, они понятнее. И гораздо понятнее, куда с этим идти. Это тоже немаловажно, потому что это дает возможность самореализации молодежи в сфере предпринимательской деятельности в родном регионе. Не надо никуда ехать, не надо ехать за лучшей жизнью. Губернатор Роман Старовойт подчеркнул, что некоторые ниши после ухода крупных иностранных компаний с российского рынка освободились. И сейчас самое время для молодых людей заявить о себе и реализовать лучшие бизнес-идеи. Такие возможности предоставляются на самом деле уже на протяжении достаточно долгого времени. На федеральном уровне реализуются многие площадки. Но мне видится, что если каждый регион, как Курская область, предоставит такую возможность на региональном уровне, то тем самым мы создаем платформу действительно по инновационному развитию Российской Федерации. Заявки на конкурс можно подать до 12 июня. Зарегистрироваться в качестве участника может как один студент, так и команда. Обладателями грантов станут авторы пяти лучших проектов. Мария Куласова, Сергей Дорохов, Максим Леонов и Алексей Еременко. События дня. 1 апреля в России стартовал весенний призыв. В военкомате по центральному и сеймскому округам Курска молодые люди уже начали проходить медкомиссию. О планах и нововведениях призывной кампании этого года расскажет Виктория Шуваева. Курские призывники уже получили повестки и, как положено, явились в военкомат. Большинство из них имеют предпочтение по родам войск, куда хотели бы попасть. Хотел бы пехотные войска. Мне больше всего нравится обращаться с оружием и учиться боевому делу. Родители мечтали, чтобы я стал военным. Какие-то определенные войска, может быть, хочешь? Да, ракетные войска стратегического назначения. В военкомате по центральному и сеймскому округам Курска в эту весеннюю кампанию должны призвать около 400 человек. Все ребята отобраны предварительно. После медкомиссии будет принято решение призвать в армию, либо предоставить отсрочку, либо вовсе освободить от военной службы. Новобранцы из Курской области будут служить во всех родах войск. Вчера в преддверии мы провели инструкторский методический сбор, на котором присутствовали все члены призывной комиссии. Были подведены итоги осеннего призыва и также поставлены задачи на текущий призыв 2022 года. Есть и нововведения. Если раньше студентам предоставляли отсрочку от службы только после медкомиссии, то теперь ее можно получить и без осмотра. То есть молодой человек приходит к нам и заявляет, что я не хочу проходить медицинское свидетельствование. Мы, соответственно, его направляем в призывную комиссию. Призывная комиссия принимает решение, предоставляет ему отсрочку по образованию. В инкомате напоминают, солдаты-срочники не будут направлены ни в какие горячие точки, в том числе участвовать в спецоперации на Украине. Призывная кампания продлится до 15 июля. Виктория Шуваева, Роман Федорков. События дня. Коммуникации заменили, проблемы остались. В поселке имени Карла Липнихта Курчатовского района в прошлом году завершили реконструкцию тепловых сетей. Здесь также возвели две современные котельные. Однако от местных жителей продолжают поступать жалобы на холод в квартирах. Причины коммунальных бедствий, сказал мой коллега Станислав Костиков. Галина Вытяева живет в многоэтажке на улице Кирова уже почти 40 лет. Пенсионерка жалуется, что последние годы вынуждена терпеть холод в четырех стенах. Даже не хочется в квартиру заходить. Вот пойду, у детей погреюсь, у детей. Это вот что-то затеплилось. Ночь вообще ледяные батареи. Я уже изнемогаю от этой жизни. Я уже забежала никуда-никуда с этой квартиры. Но у меня некуда деться. У детей своя семья большая. Так что я уже не знаю, что делать. Такая ситуация сложилась не во всех квартирах. Многие жильцы довольны домашним микроклиматом. Некоторые говорят, что у них холодно. Нет, у нас тепло. Перепад температур в квартирах, недоработка управляющей компании, утверждают специалисты сферы ЖКХ. Промывка систем, отопление, замена вышедшей из строя оборудования, в том числе арматуры запорно-регулирующей, и регулировка. Ну, что я хочу сказать, что эти работы практически не делаются. Коммунальщики говорят, что еще одна причина холода в квартирах – слив горячей воды прямо из батарей. Этим промышляют десятки местных жителей. В часы пик в день отбирается 60 кубов. Буквально это вот несколько домов. 60 кубов – это цистерна, железнодорожная цистерна воды. Конечно, гидравлика нарушается. Техническую воду люди используют для собственных нужд. А в это время их соседи страдают от холода. Купаются, говорят, в этой воде. А как можно в этой воде купаться, я вообще не знаю. Когда-то одно время была, она какая-то шла, вот, или желтая, что-то туда добавляли. И то купались. И то купались. И не боятся, что кожа облезет. Техническая вода содержит реагенты. Она может быть опасна для здоровья. Но жителей поселка это не останавливает. Это система, ее не скринишь. Это Россия, ее не скринишь. Она была и при советской власти, и при ТЭИ, и при ТЭИ власти. Так ее не скринишь. Большой вред наносится и работе котельных. Оборудование портится. Затраты на обогрев растут. До полутора тысяч кубических метров в месяц. Полторы тысячи кубов несанкционированного отбора. Это, конечно, большие затраты на подогрев этого объема воды. Соответственно, это постоянная, повышенные нагрузки. Работает автоматика котельный. Часто приходится переходить в ручной режим. Выходит оборудование из строя. Коммунальщики совместно с представителями поселковой власти планируют усилить контроль за незаконными сливами воды. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня. Больше месяца назад в Курск область начали прибывать эвакуированные жители Донбасса. На этой неделе приняли еще 30 человек. 26 из них несовершеннолетние. Дети разных возрастов. На вокзале их встретили сотрудники МЧС и доставили в один из пунктов временного размещения. Сейчас на территории региона их развернуто 16. Здесь находится чуть больше 1300 человек. Однако люди продолжают прибывать. На всех пунктах временного размещения организовано дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Курской области. В процессе дежурства осуществляется контроль обеспечения пожарной безопасности зданий. Проводятся инструктажи с персоналом и гражданами, проживающими на территории пункта временного размещения. В пунктах временного размещения беженцев обеспечивают всем необходимым. Отчиталась только половина. Идут пока неохотно. При этом до окончания декларационной кампании всего месяц. Глаговики напоминают, сведения о доходах за 2021 год они ждут от курян до 4 мая. С сегодняшнего дня инспекция в Курске на Энгельсе-115 работает в особом режиме. С понедельника по четверг до 20.00, по пятницам до 19.00. Если вы не пользуетесь электронными сервисами, нужно прийти и представить декларацию и документы самостоятельно. В случае, если налогоплательщики не представят, не исполняют свою обязанность по декларированию полученных доходов, налоговый орган вправе самостоятельно по истечению срока начислить налог, исходя из тех сведений, которые располагают, то есть которые предоставлены регистрирующими органами. В том случае, если вы будете не согласны с этими сведениями, в любом случае вы должны будете представить налоговую декларацию, соответственно подтверждающую документы, но это уже будет за пределами срока, и к вам будут применены меры налоговой ответственности. Срок уплаты до 15.00 июля. Если этого не сделать, к начисленной сумме прибавится пени. Кстати, если в прошлом году квартиру или, например, машину вам подарили родственники, а такое имущество налогом не облагается, в инспекцию нужно предоставить подтверждающие документы. Как защитить салон машин от пыли и грязи в любую погоду, знает житель Железногорска Дмитрий Карпачев. Мужчина занимается производством автомобильных ковриков. Хобби превратилось в любимое дело. В этом ему помог статус самозанятого. Сейчас для этой категории предусмотрены льготы в виде кредитных каникул, компенсации расходов на систему быстрых платежей, моратория на проверки и льготных займов. Экологичные, водонепроницаемые и прочные – вот главные преимущества ковриков, которые создаёт Дмитрий Карпачёв. Весь секрет в материале, который состоит из ячеек. В них оседает влага. Она не пачкает обувь и не растекается по салону. Коврик удерживает около литра воды и грязи, при этом ему не нужны даже бортики. И чистится легко. Материал производят на одном из московских заводов. Я автомобилист такой заядлый, поэтому в своё время стало интересно попробовать коврики, которые хвалят интернет. Начал изучать эту тему и как-то пришёл к тому, что уже три года, как я сам являюсь производителем этих ковриков, шью коврики в автомобиле. Также коврики эти используются дома, в квартирах, под обувь, в ванне тоже очень удобно. Сейчас Дмитрий работает в статусе самозанятого. Сначала совмещал с основной работой. Признаётся, совсем не оставалось времени на семью. Решил уволиться и заняться собственным делом. Продвигать товар в соцсетях помогает супруга Дина. Она сразу поддержала идею мужа уйти в бизнес. Нет, страхов не было. Просто пока супруг совмещала самозанятость с основной работой, мы его практически дома с ребёнком не видели. Поэтому мы с радостью восприняли его решение уйти с основной работы и перейти на самозанятость. Конечно, теперь у нас совместного семейного времени стало гораздо больше. Все выходные наши. Это не может не радовать. Из-за введённых санкций пришлось немного повысить цены на 10%. Подорожали материалы. В остальном проблем нет. Поставки в срок. Увеличится спрос. Дмитрий готов расширить производство. Кристина Горлаты, Сергей Дорохов. События дня. Накануне Всемирного дня распространения информации об аутизме в Курской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья ступеней прошёл инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Выступления специалистов, мастер-классы, спортивные соревнования. Но главная задача встречи – рассказать об особенных людях, которых с каждым годом становится всё больше. Люди как люди, дети как дети. При первом взгляде обычный человек и не поймёт, что перед ним особенный ребёнок. Но эти симпатяги живут в своём мире. Основная цель нашего фестиваля – познакомить людей с детьми, с людьми, которые уже столкнулись с проблемой, с расстройствами аутистического спектра. Рассказать друг о друге, показать о том, что наши дети умеют, рассказать о наших школьниках, дать им возможность проявить себя в каких-то мероприятиях. Трудности в общении, проблемы с социализацией, стереотипное поведение, избегание зрительного и тактильного контакта – это лишь некоторые симптомы аутизма. На самом деле, каждый ребёнок в спектре уникален. Главная общая проблема семей с особенными детьми – недостаток информации. Я хочу, чтобы данные мероприятия проводились как можно чаще. Важность данных мероприятий с присутствием родителей и детей актуальна и важна, потому что родители таких детей не понимают и не знают, что происходит с их ребёнком. У них нет полной достоверной информации. Особые потребности требуют особых образовательных условий. Они созданы на базе школы «Ступени», где обучаются 45 детей с расстройством аутистического спектра. Второй год здесь успешно работает ресурсная зона, где учитываются возможности ребёнка, а педагог и тьютеры помогают в освоении программы. Сложностей много. Даже в одном классе у каждого ученика свой уровень развития. Поэтому материал здесь адаптируют под каждого. Весь материал, который преподается в устной форме для наших учеников, сопровождается большим количеством наглядности. Весь материал представляется в таких своеобразных схемах и таблицах. Таким образом, нашим обучающимся легче воспринимать информацию. Для безречевых детей мы используем альтернативные системы коммуникации в виде карточек. У 168 курских школьников диагностировано расстройство аутистического спектра. Большая часть из них живёт в областном центре. Ресурсные группы действуют в восьми образовательных учреждениях региона. По запросу родителей, самой актуальной формой сопровождения является наличие ресурсного класса или ресурсной зоны. Мы продолжаем формировать такие формы обучения для детей с расстройствами аутистического спектра. В этом году планируется в первого сентября открыть ещё четыре ресурсных класса или зоны в зависимости от запроса родителей. Фестиваль – это не только информация, но и отдых. Дети поработали творчески и приняли участие в мини-фестивале адаптивного спорта. Его провели студенты отделения физической культуры КГУ. Юлия Матвеева, Роман Федорков, Антон Латышев. События дня. Этой традиции не один десяток лет. Курские пожарные торжественно проводили коллег на заслуженный отдых. Каждый из них посвятил спасению людей все свои трудовые годы. Как по команде, они срываются с места. Медлить нельзя ни минуты. Обычно так, мгновенно реагируют спасатели на сообщения о ЧП. В этот раз под аплодисменты товарищей они выехали лишь из гаража. А после, по традиции, их окатили водой из пожарного ствола и вручили памятные подарки. Водители боевого подразделения 4-й пожарно-спасательной части Владимир Пахомов и Андрей Павлов отдали службе по 30 лет. Курян приглашают в настоящую текстильную сказку. В областном центре открылась выставка тряпичных кукол народного мастера России Ольги Жихор. Она привезла в городскую библиотеку номер 10 больше 50 экспонатов ручной работы. На открытии мастерица поделилась история создания народных кукол. Смотрите сюжет. Пёстрые куклы Пеленашки до Берестушки плюс Залихватская народная и настоящий уголок русской старины ожил. Автор текстильных работ Ольга Жихор не один год колесила по стране и буквально по кусочкам собирала свою коллекцию. Изучала историю, общалась с известными мастерами и перенимала опыт курских бабушек-рукодельниц. Артельные куклы, наподобие этой скромной красавицы, одно из последних увлечений. В начале прошлого века, когда советской власти не хватало денег, чтобы поднимать нашу страну, из-за рубежа поступали заказы именно на изготовление кукол в русских традиционных костюмах. Так было разрешено создавать артели. В России их практически не было. И сейчас вот только начали эти куклы возвращаться к нам в Россию через аукционы, через частных коллекций. И вот эта реплика на артельную куклу. Здесь и обереги. Например, зерновушка и богач. Об их наполнении можно догадаться по названию. Считалось, если куклы в доме, жди щедрого урожая и достатка. Еще одна тряпичная пара гарантов семейного благополучия – неразлучники. Когда свадьба в деревне собиралась, вот на тройку лошадей, которые везла молодых в церковь, как раз и прикрепляли этих кукол. Чтобы все внимание было обречено не молодым, чтобы их не могли сглазить, а именно вот на этих кукол. Некоторых тряпичных персонажей Ольга Шила основываясь на легендах и сказаниях. А уж верить в их доподлинное существование или нет – решать посетителям выставки. Посмотреть можно и на кукол в традиционном курском наряде. Централизованная система библиотек города Курска реализует проект «Фольклорная мастерская хранителей традиций». В связи с тем, что 2022 год объявлен годом культурного наследия. Выставка продлится до 30 апреля. Культурная программа «Фольклорной мастерской» – целый год. Мария Колосова, Сергей Малеев. События дня. На этом у нас все. Больше новостей на сайте seymunfo.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире и за его пределами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok